На третий раз получится. А я тут слушать готовила, посмотрю сообщения, я такая, ой, е-мой, я бы все профукала. Нет, успела. Мы как раз ничего не начали, у нас скайп вырубается. Мы тренировались. Да, тренировались. Хорошо, хорошо. Ребят, ну кто такие ключевые партнеры, да, повторим? Это те люди, которые пришли сюда зарабатывать, и они выполняют три правила П для своего развития. Микрофончики выключайте. То есть приглашают людей, посещают обучение, покупают. Да, вот у профессионалов, у менеджеров уже, конечно, должны вот эти вот три пункта до такой степени довести до автоматизма, что они приглашают людей, потому что, ну, потому что общаются с людьми, и заодно и дают информацию про бизнес и как они зарабатывают. Отличают обучение, ну, это само собой, да, то есть это легко, почему бы и не посмотреть. В скайп-режиме не зайти, в онлайн-режиме в свободное время, когда захотел, посмотрел. Ну, там, в принципе, часы-то есть, да, определенные, то есть у нас обучение идет в определенное время. Но если нет времени, в это время вы заняты, то обязательно просматривайте в скайпе все записи, которые выкладываете специально для вас. Для вас специально есть скайп, скайп-чаты, спонсор, для вас есть специально вебинарные комнаты и сайт. Это наш коуч-центр, где мы, где там поднесена вся информация, которая нужна для нашего с вами развития. Там вот то, что Родионовы, да, в процессе своего развития проходили, собрали всю информацию, поместили на сайт. Мы тоже что-то доработали, они наши доработки берут, на сайт тоже получают. Вот, в итоге получился вот такой обучающий сайт, где новичку, где ключевому партнеру можно взять необходимую информацию для его рода. Вот, в принципе, это три главных инструмента, которыми вы можете получить. Обучающий сайт, вебинарные комнаты и скайп-чат. Ну и плюс еще четвертый, это помощь спонсора, да, спонсора того человека, который вас пригласил и который был интересован в вашем сфере и в том, что он здесь получился зарабатывать. Потому что он сам научился зарабатывать и он готов передать вам свой опыт, как и что он сделал. Да, понятно, что у партнера не сразу сайт, поэтому вообще не тот, кто там делает сразу большие товарообороты. Это тот, кто вот тут трясется и... Нет, прямо у меня трампунчик включен. Это мой коттур, это мой! Это мой коттур, это мой коттур. Смар, у тебя нету, что ли, ссылка? Сейчас я тебе кину. Спасибо. 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 Так. Ладно, давай после созвона, ладно? Есть у тебя, потому что, да, блоки в 7 я кидала, есть, и первые шаги, потом рекрутинг кидает, там тоже уже даю другой доступ. По мере вашего роста я даю вам разные блоки. Блок 1, это первые шаги, блок 2, это рекрутинг, там уже есть ссылка на сайт и пароль от колокола. Вкладки партнер. И дальше уже, когда вы до менеджера доходите, я вам даю пароль от вкладки менеджера. Кому-то уже дала, кому-то еще дам. Оля у меня выйдет на менеджера, обязательно дам. Так, ребят. Видно, да, мой экран? Напишите, скажите, по-моему. Дальше. Я сегодня с вами хотела поговорить о принципах регистрации. Смотрите. Тут самое главное, да, уметь правильно строить свою структуру. У нас наш принцип называется принцип «морковка», где спонсор есть, который вас пригласил, и он помогает вам пока развивать вашу структуру. Под вас идет музыка регистрация. Вы немножечко разбираетесь, тоже сначала регистрируйтесь в спонсорскую веку, учитесь. Для чего это сделано, ребят? Для чего мы применяем им никакой метод? Потому что люди бывают разные, которые к нам приходят. Он, возможно, сейчас и пришлой партнер, да, но в определенный момент он может там сдаться, например, ну, у него что-то не получается, и он говорит, ну, что, не будет, не мое, не знаю, не хочу. Бывают такие моменты, и много таких случаев бывают. И те люди, которых пригласил этот человек, они остаются в отрыве, да, то есть в его отрыве, где он под себя там зарегистрировал и повел свою вторую ведущую. А эти люди, они успели бы, конечно, развиваться, но они вообще недопоняли, там, с ним никто не работал, их никто не развивал, никто не помогал. И они так остаются, вот у меня уже много таких случаев. Я почему стал вот такой вот метод применять? Потому что мне жалко людей, которые приходят, их пригласили и их просто бросили. А я же не могу их в культуру развивать, я им не могу помогать. И вот они, поэтому первое время, да, мы вот применяем вот такой вот метод, то есть регистрация спонсорского ведущего. Вы за это время создаете свой поток людей, учитесь уже рекрутировать и уже потом начинаете свою личную вторую ведущую. Но тут тоже, смотрите, тут нужно грамотно подходить к делу. Если у вас уже большой уровень, учитывая Влада, да, у него уже 12%, то у него уже такое решение, что он действительно будет здесь и никуда, он будет все равно разбираться в этом бизнесе и развивать этот бизнес. Тогда нужно свою собственную ветку развивать. То есть уже смысла нет Владу регистрировать людей в спонсорском. Потому что у него уже хорошая первая команда. Команда в регистромской ветке. И уже, считай, есть один директор, который под ним растет. Да, растет еще. Ну, будущий директор. Вот, поэтому, Влад, ты уже начинай свою ведущую. Ладно, Оль, ты пока делаешь спонсорского, если у тебя там, вот у тебя уже сейчас светов получается, и еще пара человек находите, будешь выходить на 9%, девчонки будут, или мальчишки, например, кого вы пригласите, придут сюда серьезными намерениями зарабатывать, то все, начинай уже свою вторую ведущую. Можешь даже цепочку заколовано. Свет, выключай тоже микрофончик сразу. Ладно? Да, 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 все. Потом, смотрите, Свет, ты пока тоже в спонсорскую ветку регистрируешь. То есть, тебе сейчас нужно в одну ведущую найти того человека, который будет эту вашу структуру, да, пополнять, тоже повторять ваши действия. Такие? Личный товарооборот, приглашение людей, и будет обучать. Вот, находите парочку, да, таких же человек, все, там уже начинается расти в ширину, то есть, создавать свою вторую ведущую. Например, тебе тоже надо уже свою собственную развивать, потому что под тобой тоже очень сильные лидеры, такие как Лена Колесниц, и Лена Стролова Вика. Вот, они сюда пришли с интересными намерениями, чтобы они рекомендируют товарооборот, которые хорошие, да, создают. Если они тебя догнали, на менеджеры тоже 9% вышли, то тогда тебе нужно вбрать уже обязательно. Хорошо, или нет? То есть, своя собственная структура, своя собственная команда тех людей, которых ты хочешь видеть в твоей команде. Понятно, что не все люди идут, потому что у них структуру. Потому что они думают, что здесь, ну, совершенно другая система работы, что это каталоги, что это Арифлейм, что это продажа и так далее, да. А Арифлейм еще не все привыкли видеть, как косметический бренд номер один по всей стране. Они считают, что у них самая хорошая косметика, и это нормально. Я, например, тоже так считала, и говорить человеку, что твоя там косметическая компания не очень хорошая, а Арифлейм это супер, так вообще нельзя делать. Ну, то есть, вы просто негатив какой-то на себя возьмете, если будете ругать те средства косметические, которыми пользуются те люди, которых вы там рецептируете или что-то им предлагаете. То есть, так мы не делаем. Мы работаем, выявляем людей, которые хотят пользоваться или которые хотят зарабатывать. На тех, которые хотят зарабатывать, делаем упор, потому что это наша ключевая команда. А здесь смысл бизнеса как раз в том, чтобы создать эту ключевую команду. Ключевая команда – это все для вас. Это ваша стабильность, ваши растущие доходы, ваша будущая шведская пенсия, пассивный доход. Хорошо? Вот, поэтому смотрите, вот так вот, на 2-х процентов, да, тут уже делаем Арифлейм. И учим своих людей, новичков, делать то же самое, так же, строить свою структуру. То есть, сначала напомню только веточку, потом уже создавать свою веточку, хотя поднимем парочку ключевых партнеров. Ключевые партнеры – это те, которые выполняют все предприятия, правила В и В и В и В. Ну и еще раз хотела вам напомнить про менеджерскую конференцию. Сейчас у нас идет квалификация, вы успешно, мы пока проходите все вот этапы. Подобратите внимание, я скажу, раз, два, три, четыре. На четвертый пункт, да, квалифицированных рекрутов в персональной группе каждый каталог. И вот здесь вот написано минимум. А у вас вы все идете на начальном уровне, от 0 до 9 процентов. Здесь разница, если вы уже вышли на 12, здесь разница, ребят. У вас все равно остается вот этот вот пункт, по которому вы идете. От 0 до 9 процентов. То есть, вы квалифицированных рекрутов, у вас в персональной группе должно быть минимум 2. Но, имейте в виду, что максимум у вас должно быть суммарно к 8 каталогу 20 квалифицированных рекрутов. Они там считаются. За этим, пожалуйста, следите. Чтобы у вас было минимум 2 квалифицированных рекрутов, ребят, сами каждый из вас лично приглашайте по одному квалифицированному рекруту. Хорошо? Старайтесь по одному квалифицированному рекруту в каталог вывести. И порекомендовать стартую программу, она у нас очень хорошая, что вы сами знаете. Потому что вы сами в нем участвуете. И вы молодцы. Те новички, которые придут и сами будут участвовать в программе, в стартую, да, они только могут пригласить одного новичка, который также будет квалифицированным рекрутом. И тогда он принимает участие в квалифицированном менеджерском конкурсе. В совокупности должно быть 20 квалифицированных рекрутов. К шестому каталогу достигнут уровень 15%. И отрыв обязательно от первого стоящего партнера, вот здесь, в третьем, в третий, в третий, в третий, в третий каталог, не меньше. Можно неподряд, ребят. То есть, если у вас 15%, например, у Оли Ивановича, если будет в третьем каталоге, это идет раз. Потом, например, в шестнадцатом, ой, в каком? В шестом каталоге, если у меня не будет отрыва, в пятом, вернее, не будет отрыва. Ничего страшного, в шестом каталоге делает отрыв, это будет второй каталог. А в седьмом каталоге опять делает отрыв, или в восьмом, это уже будет третий каталог. И она попадает, проходит, да, в лекарство, не меньше. Так же, если вы, менеджер, 15% вышли, у вас тоже три каталога должны быть отрыва. Все, проходит, но он уже с этой конкуренцией. Поэтому отрывы свои, пожалуйста, делайте, ладно? То есть, свою команду вовремя начинать, свою вторую веточку. Самое главное, это две веточки, ребят, вот пока две веточки. Потом уже, смотрите, если у вас две веточки, ну, такие уже сильные, то есть там лидеры хорошие, которые пришли тоже на результат. Ну, за результатом, чтобы здесь хорошо зарабатывать, тогда можно уже и третью, и четвертую начинать. Тогда это уже цель копировать веточку, да? Когда две группы, и вы их ведете, обучаете, это цель голодой веточке. Ну, там, в принципе, денег не особо много, если у вас персональной группы нет. Персональную группу, когда ее заявка продается, она, если вы еще одни веточки строите. Структура, это понятно, да? Не сильно запутанно. Вот, то есть, постоянно развиваемся. Чтобы были нормальные деньги, нормальные заходы. На золотом директоре можно как там 15 тысяч получать, так и 100 тысяч получать. Тут уже в зависимости от того, сколько у вас группы вообще. Сколько у вас персонала, сколько у вас малышек. Но первые вот две группы, вы на них как раз и обучаетесь уничтожить. Ну, и еще один момент. Золотой директор, если вы будете, ну, цель хотя бы на золотого директора ставить, да? Это ваш вот прям стабильный рост. То есть, если вы золотого директора откроете, то все, это уже отрыв. Вы уже точно не упадете там ниже. Ну, иногда бывают такие случаи. Доходят до директора, да? Потом вообще падают в ноль. Такое было очень много раз. Не у нас в команде вообще. Не у нас в команде. Потому что у нас в команде правильные методы применяют. Но вообще такие случаи были. Или тот, кто неправильно работает, сразу там за два-три каталога могут выйти на старшего менеджера, а потом люди у них рассыпались, и они опять свалились. Вот чтобы такого не было, нужна соблюдная структура. И желательно две, две структуры, которые будут вас поднимать на уровне. У вас будет обрыв как раз. И двоих директоров обучаете, выделяете директор, да? И потом можно другие малышки тоже развивать. Нужно чуть-чуть пораньше. Там со мной посоветуют, когда что. Я вот сейчас вот начинаю развивать малышку твою. Другие структуры уже у нас от первого директора. А потом уже им на премьер. Пока мы молодые, нужно уже сделать результаты для наших детей. Вот, я считаю, что наши дети и этого... Согласны, по-моему. Видели мы канаду? Все, ребята, ну вот это то, что я вам хотела сегодня рассказать. Правильное построение структуры. Менеджерская конференция. Поехать нам всем мире. Кстати, еще хотела напомнить про Москву. Я не знаю, вы поедете, нет, но знаете, что компания проводит мегафорум в Москве. В 20-х числах. И в 20-е... Ну, какие там, 15-е, 15-е, 20-е число. Вот так. Мегафорум. И потом 20-го июня мы едем на завод, на мест. Желающие могут поехать. Мегафорум платный. Это как... Как семинар, что ли, да? То есть там будут новости, там будут новинки, там будут результаты, там, ну, в принципе, и концерт будет, как хотите. 650 в этом году стоил. Не знаю, как в этом году, потому что никакой информации пока нет. Мы просто списки пока собираем. Пока списки собираем, кто едет, кто хочет, кто не хочет. Но я вам хочу сказать, что я вот в том году ездила, мне очень понравилось. И с командой тем более встретились. И, смотрите, личный бренд очень хорошо прокачивается, когда ездишь на красивых местах. Лично этот бренд прокачивается, и люди начинают приходить, в том, что будут приходить красивые фотографии, у вас появятся. Ну и рекрутинг. Да, можете себе, ладно. И рекрутинг, соответственно, у вас улучшится, люди придут хорошие на личный бренд, они всегда хорошо приходят, и с теми людьми, с которыми как раз комфортно работать, комфортно их обучать, где возражений практически не бывает, где просто берешь уже, да, и непосредственно начинаешь обучать людей, по ним развивались и умели зарабатывать. Это того стоит, хочу сказать. Я в том году ездила, говорю, сейчас вот моя фотография, мы, не моя фотография, а вот фотография, где наша команда, там тоже я с Егоркой есть, я еще Егорка говорю, Егор, ну то и вообще, везде уже застутился, мы стоим там, команда, видите, наверное, сейчас на вебинарах везде показываем, вот, считаем, мы вот там все ездили, у меня теперь старший ребенок тоже спрашивают, почему меня не взяли, почему меня не взяли, я говорю, я не знаю, что у меня взяли, а я вообще с тобой замызла. А я Егорка за счет проходила, и думаю, надо встречаться с командой, хотя я вообще не хотела туда ехать изначально, но вообще не пожалела о том, что поехала, ну сервисный центр встречались с компанией «Айфлэйн» в Москве, и, ну, здорово там презентацию нам проводили лидеры, послушали своими, но это не мегафор, мегафор он был потом, потом уже по встрече с командой был мегафор. Ну, все равно фотографию, считай, есть команда, сейчас немножко подождите, ладно? Спасибо. 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 Иremlin. совсем не таки или работеいただき. может быть семьи? Учит Series Да, да, я помню. Все, вот я говорю, только пока такие личные по одному по два заказа. Разговариваю, вот думаю, тоже. Одна есть. Я, наверное, к выходным так думаю, что с ней просто лично встречаюсь. Скорее всего, все ее и отправлю. Да, потому что пока все не могут быть. Даже не то, что там нельзя вообще. Можно разговаривать, не нужно разговаривать с людьми. Но вот чтобы к нашему информацию, что же можно вырвать? Вот, как оно, как у меня. И еще такой психологический момент. Потому что когда вы в хороших отношениях с подружками и друг друга давно знали, они могут не среагировать. Лучше, когда какое-то третье лицо рассказывает про будущее. И говорит, вот реально можно заработать. Вот такая вот система работы, вот такие вот доходы. Да, да, а то не боятся. Да, да, а то не боятся. Да, да, а то не боятся. То есть поздравлялками друг друга. Прямо можете писать. В моей команде там новый партнер вышел на такой-то уровень. Или там делайте репост, что вас поздравляют от спонсора. Да, чтобы ваши люди видели, что у вас там какая-то идет местная суматоха, что вы поднимаетесь на уровне, ваши какие-то люди поднимаются. Пользуйтесь вот этим. Хорошо? То есть вот командный бренд, он должен тоже работать. Вот я раньше, когда одна там, например, прокачивала, ну в смысле у меня пока еще своей команды не было, да, я прокачивала параллельные команды. Да, движуха точно. Параллельные команды прокачивала, что вот там Маша Куденцова вышла на такой-то новый уровень и так далее. Поэтому у меня уже, когда появилась своя команда, я у меня уже применила свою команду, да, чтобы прокачивала вот вас, да, моих уже людей прокачиваете. Тем более это для вас полезно, что вы везде светитесь. И для меня полезно как бизнес-тренера, как человека, который учит людей зарабатывать. И я вам помогаю тоже рекрутировать. Ну там специально даже ссылочку ставлю на ваши странички, чтобы если что там человек увидел и мог к вам обратиться. Заметила. Вот, Оль, уже идет какой-то ухуд. Вот, они все замечают. Я на этом банке, ну, ваннуши, я говорю, как вам, нормально, я смотрю, там дверь открылась мне. Я говорю, да, ты как ко мне вендикируешься. Я говорю, давай. Все равно будешь в моей команде, куда ты денешься. Давай, говорю, не тяни, пока ты думаешь. Да, она говорит, да, она. Пока ты думаешь, говорю, под тобой будет уже команда. Она говорит, ладно, ладно, порегистрируй. То есть обязательно прокачивайте себя, прокачивайте команду свою. Как только, как только, ну, как только, что нос в уши. Ты меня слышишь? Да. Да. Это, я говорю, да. Ладно. Я говорю, да. Ты мне слышишь? Я говорю, да. Я говорю, да. Я не знаю, что вам нужно доказать, а у нас есть наша бизнес-систанция. И если мы с вами будем слушать, то мне вот это понравилось, то людям, чтобы смотреть на нас лучше, смотреть все опыты. Это очень важно. Это очень хорошо работает. Мы по моторам и по моторам. Хорошо? Ну, конечно, хорошо. Хорошо, хорошо. Трафан и разница ну, это вообще да. Трафан и разница самая хорошая и эффективная реклама. Тем более мы здесь закраски и такое, как в тиранце, Такой рекламой и занимается. Вы марш, вы затостаскиваете. А, вы затостаскиваете. Ну ладно, ребят, всем удачи, всем пока. Пока. Пока.